Экскурсию в саду бабочек Трудно сказать, сколько бабочек живет в искусственном тропическом саду, ведь продолжительность жизни у этих насекомых всего несколько дней. Хотя здесь уже появился свой долгожитель. Бабочка, внешне похожая на засохший листик, родилась еще 2 декабря. В природе этот вид живет 3 дня, а вот в Донецком тропическом саду бабочка летает уже почти 2 месяца. Найти объяснение этому явлению Аня, хозяйка сада, не может. Зато девушка с удовольствием делится другими интересными фактами из жизни этих крылатых гусениц. Едят они, мы делаем медовый нектар, мед растворяем в водичке. Можно кормить их сахарным сиропом, но мы заметили, что медовый им нравится гораздо больше. Туда выдавливаем сок фруктов, апельсинчики, бананчики подбродившие, уже такие коричневенькие. Причем, что интересно, в основном все бабочки любят сок подбродивших фруктов уже. Бабочка папилеополинорус, вот зелененькая, она любит свежевыжатый сок. Трудно сдержать восхищение, рассматривая крылья бабочек. Пестрый, с замысловатым узором, все они, как искусное творение художника, радуют глаз. Всем нравится бабочка папилеополинорус, зеленополосая, у которой оптические чешуйки и человеческий взгляд, глаз воспринимает ее в том цвете, в котором мы видим. Так вот, у нее пигмента цвета нет. В зависимости от освещения она может быть либо синей, либо зеленой. Причем, очень яркие такие цвета у нее. Самым сложным, говорит Аня, было организовать питание бабочек, ведь в живой природе их пища – это пыльца растений. Сейчас уже приловчились, уже так, они у нас хорошо кушают, причем многие самостоятельно. Некоторых поначалу приходилось аккуратненько зубочисткой раскручивать их хоботок и опускать в еду, чтобы они почувствовали, что это пища, потому что для них это как бы не совсем естественные условия, и они не всегда понимают, что это можно кушать. Сейчас на выставке ждут пополнения. В скором времени здесь на свет появится самая большая в мире бабочка. Бабочки у нас рождаются каждый день по несколько штук. Но вот ждем рождения самой крупной в мире бабочки – Атакуса Атлас. Размах ее крыльев до 30 сантиметров достигает. Срок жизни этой бабочки – несколько дней буквально, потому что живет она за счет накопления гусеницы, и при жизни ничего не кушает, у нее даже нет хоботка, которым она может кушать. Самый главный помощник Анни – ее двухлетняя дочь Маша. Сознанием дела девочка абсолютно бесстрашно берет в руки насекомых. Выставка примечательна тем, что живые экспонаты можно брать в руки, кормить, и самое главное – отпустив их, загадывать желание, которое, по словам Анни, непременно исполнится.